Меня зовут Юля, мне 27 лет. Я когда-то в 2007 году приехала в Минск сюда. То есть я сама из Брестской области, из маленького города. Приехала сюда в Минск поступать в университет. И, соответственно, хочу сказать, как была моя жизнь после того, как я поступила в университет. То есть все было хорошо сначала. Уехала от родителей. Классно, здорово, наконец-то свобода, freedom, скажем так. И пошла такая не очень хорошая, как мне сейчас кажется, как я сейчас это понимаю, жизнь. То есть это, естественно, клубы ночные, это какие-то и алкоголь, и где-то даже сигареты. То есть все было такое очень... далеко не здоровый образ жизни я вела. То есть это неправильное питание, это постоянно какое-то обжорство, это вообще сон. То есть я спала долго, до позднего вечера. И, например, ночью шла куда-то тусоваться. То есть образ жизни у меня был очень такой... ну, плохой на самом деле. Но я к чему это говорю? То, что это все сказывалось, то есть такой образ жизни все сказывалось как на моей физиологии, внешности, да, так и сказывалось очень сильно на внутреннем состоянии. То есть вот это все делало из меня какую-то закомплексованную девочку. То есть я, например, во-первых, у меня внешность была, ну, на самом деле, для меня сейчас ужасная. То есть я действительно, я была очень полной. На данный момент, то есть я похудела на 15 килограмм, чему несказанно рада. Вот. И, ну, то есть просто все это была такая закомплексованность. То есть я себя... я постоянно боялась говорить людям «нет». Я все время подстраивалась под людей. Я... то есть я как-то постоянно обижалась. Я очень была обидчивой. То есть настолько все принимала близко к сердцу. Хотя сейчас, на данный момент, я понимаю, что, ну, обижается только слабый человек, на самом деле. Не уверенный в себе и человек, который действительно слаб. И духом, и характером, не знаю. И поэтому я... То есть период вот этот, вот этот в университете, он у меня прошел. Я, скажем так, все это тусовала, все было прикольно. Потом в какой-то момент я познакомилась. То есть где-то это длилось вот около, ну, может быть, 7 лет, да, на протяжении 7 лет. Вот. Ничего не нужно было, только где бы отдохнуть, потусоваться и так далее. Вот. Но в один прекрасный момент, в феврале, помню, месяце, я... Ну, до этого я встречалась с парнем два года практически. И, соответственно, то есть так случилось, что мы расстались, да. И для меня это был такой очень сложный период, потому что... То есть это был такой пик, когда я поняла, что нужно что-то менять, что-то делать в жизни. То есть когда я поняла, что все мои вот эти гулянки и такой образ жизни... То есть я уже устала, я выросла из этого, и мне хотелось это все изменить. То есть у меня тогда, только тогда произошел такой щелчок какой-то в душе, благодаря которому я поняла, что нужно что-то менять, нужно что-то делать, да. То есть это был только внутренний позыв, внешний, пока все оставалось так, как есть. Потому что, опять же, присутствовал страх. Страх перед новым, страх перед тем, а как это я привыкла проходить... Ну, то есть я привыкла жить таким образом в жизни, да, это все убрать, а как я буду там, то есть, ну, что-то изменю, а как у меня будет. То есть у меня был действительно большой страх к этому новому. Вот. И, то есть, был такой, да, опять же, период, мне было сложно. И в тот момент, спустя месяц, я познакомилась с человеком, который... То есть это мой муж, да, и человек, который мне начал менять мою жизнь, и показывать вообще, что, ну, как это сказать, поставил на правильный путь, да, если можно это так сказать. Вот. Он начал мне какие-то там фильмы постоянно развивающие показывать, постоянно говорить, что вот, ты должна там худеть, ты должна кушать правильно. И он это делал не с твоей целью, чтобы просто вот, ну, меня как-то унизить, типа, ты жирная, ты некрасивая, там, меняйся, да, а с целью именно помочь, то есть именно сделать из меня хорошего человека, ну, то есть, чтобы я чувствовала себя счастливой. Вот. А сделать из меня, скажем так, показать всю мою, ну, красоту внутри, потому что каждый человек, он, он прекрасен по-своему, да, даже просто если он кажется плохим, он действительно, ну, все мы прекрасны, все мы в душе действительно хорошие люди, и просто иногда, ну, мы сами об этом не знаем. Вот. И он не начал все это как-то двигать, 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 то есть как-то помогать это все. Вот. И я очень долго сопротивлялась, наверное, 5 месяцев я говорила, что ты мне это показываешь, мне это неинтересно, зачем это, то есть я была такая якобы уверенная в себе, вот, типа, нет, я хочу то, что хочу, то и делаю. Ну, то есть, как бы, это на самом деле все было долго, вот. Ну, в один прекрасный момент, помню, это был сентябрь или октябрь, то есть начало осени, опять же, я все-таки сидела на работе, я работала в офисе, сидела на работе, и, соответственно, ну, просто у меня, а, предысторию расскажу того, что он меня заставил, можно сказать, идти заниматься спортом, то есть это был пулл-дэнс, то есть это, ну, танец на пилоне, соответственно, выбрала я его, потому что у него две сестры, вот, как бы, этим занимаются, мне это, ну, то есть показалось интересно. Вот. И я пошла заниматься, и вот, сидя на работе, скажем так, перед тем, как, перед занятием, то есть у меня было такое время, чтобы не ехать домой, я решила просто, не знаю, почему, почитать книгу, что-нибудь почитать, но почитать именно что-то такое, не просто новостью листа ленты ВКонтакте, да, или что-то такое, ну, какой-то посыл. И, соответственно, прочитав одну из книг, это была книга о, я, честно сказать, не могу вспомнить, как она называется и где ее найти, но в этой книге были, то есть я впервые столкнулась с понятием духовности, с понятием развития, что, ну, с какими-то процессами мироздания, то есть что здесь происходит, что такое карма, да, ну, если брать какие-то эзотерические, например, понятия, ну, то есть вообще столкнулась с этим понятием мира, что есть вот там такая-то религия или же просто мировоззрение, да, и просто я столкнулась с этим. И прочитав эту книгу, у меня, я просто начала дико плакать. У меня тоже какой-то такой, не знаю, как жетон, наверное, запал в голову. То есть у меня произошел опять же какой-то щелчок, и вообще у меня в последнее время все время происходят именно такие щелчки. Это бывает, ну, действительно очень резко. И произошел такой щелчок, который меня просто поняла, что, ну, я начала плакать, я вообще, у меня моя жизнь прошлая как будто перед глазами пронеслась. Я поняла, что я столько времени потратила впустую, что я все вот эти 7 лет, живя в Минске, я ничего, ну, толком не добилась, да, у меня не было там каких-то, какой-то карьеры, да, которую я там зарабатывала хорошие деньги, или же у меня не было внешности, которой я могла пользоваться, да, показывать себя другим людям. У меня, у меня вообще ничего не было. То есть я осознала, что я просто вот, я как будто, ну, мне кажется, процесс развития именно и происходит в такие моменты, когда ты вот стоишь уже на краю и понимаешь, что все. И, соответственно, я начала плакать, я звоню, вот, ну, мужу, да, я звоню, на тот момент он еще как бы был парнем. Я ему звоню, я начинаю плакать и говорить, как сильно я его люблю, и спасибо, что, ну, что он появился в моей жизни, то есть что он начал меня менять и как-то подготавливать к этому. Вот, и с этого момента я просто начала кардинально менять свою жизнь. Я перестала, то есть я перестала употреблять алкоголь вообще. То есть, ну, потому что для меня в этом нет, ну, я ни в коем случае не хочу никого осуждать и говорить, что правильно, что неправильно, каждый выбирает, как он хочет, но я просто для себя делаю то, как мне нравится, как для меня будет лучше. Вот, и, соответственно, я убрала из жизни полностью алкоголь, то есть сейчас я уже на протяжении двух лет даже, может, больше не пью вообще. Сигареты, ну, табак, все такое-то тоже, соответственно, из моей жизни ушло. То есть я начала правильно питаться, я начала узнавать, то есть следить за новостями, да, как нужно правильно питаться. Ну, то есть все в этой сфере я начала, здоровое питание, все начала узнавать и для себя что-то новое. Вот, и, соответственно, спорт, то есть, да, как бы я начала заниматься спортом активно, и я просто начала, начала менять свою физиологию и внутреннее состояние. Но одно без другого не бывает. То есть ты в любом случае, когда ты убираешь все вот это, вот это, ну, ты начинаешь вести здоровый образ жизни, оно как-никак все равно влияет на твое сознание, подсознание, да, и ты в любом случае меняешься, вот, у тебя меняются приоритеты. Если раньше для тебя было классно, там, важнее всего купить, например, если взять там по одежде, да, возьмем мой гардероб, раньше для меня было важно купить какие-нибудь самые, на большой шпильке каблуки, да, и какое-нибудь платье не просто на каждый день, а именно вот на выход, потому что я знала, что я иду в клуб, вот я, ну, это моя жизнь была, и для меня было важно именно купить новый наряд именно на выход постоянно, а в повседневной жизни мне как-то так вот было. То, ну, это просто такой пример именно вот в плане одежды. То сейчас я иду и покупаю удобную для себя обувь, в то же время это красиво, то есть не говорю, что я там закуталась в серые одеяния и все, скажу так, стала монашкой и все такое, нет. Я просто выбираю для себя что-то удобное, комфортное, в то же время красивое, сексуальное, пусть это будет так, да, женственное, вот. И, ну, то есть полностью начались меняться мои приоритеты в жизни, и я начала стремиться именно к развитию. И мне стало интересно просматривать какие-то обучающие фильмы, слушать какие-то интересные тренинги. То есть об этом действительно очень много можно говорить, да, как все это менялось, как это все происходило. Вот, ну и, в общем, это все шло-шло, все прекрасно. Соответственно, у меня начался меняться круг, ну, мой круг, мой круг, окружение мое, да, вот, начало меняться мое окружение. То есть все эти ненужные люди, с которыми мне раньше было хорошо и прикольно тусоваться, они сами постепенно начали отсеяться. То есть я ни с кем не ругалась, не говорила, ты плохой, я хорошая, и все. Типа, мне не нужен ты, уходи. Действительно, это просто, ну, происходило само собой. И это было так плавно, спокойно, не травмируя мою там какую-то психику, то есть ничего такого резкого в плане именно изменений резких таких не было. То есть все шло как надо. То есть я все принимала постепенно, аккуратно. И вот, скажем так, изучая вот это, опять же таки в мою жизнь начали появляться люди, которые, благодаря которым происходили также мои очень сильные изменения. Вот, например, в один из таких дней, да, мой муж познакомил с Олегом. То есть я начала, как бы, интересоваться самогипнозом, гипнозом в целом. То есть я решила, ну, меня эта тема заинтересовала. То есть как моего мужа, так и меня. То есть мы, мы, скажем так, пришли в этот центр, да, и где пошла, можно сказать, практически одна из основных работ по изменению себя в моей жизни на данный момент, да. То есть у меня, то есть это была работа именно с моим подсознанием, именно с работа вообще, с моей головой, то есть проработка именно... То есть это был гипноз, и это была проработка именно моих каких-то комплексов, моих каких-то, ну, то есть всего того, что мне мешало. Например, был такой момент, что я действительно очень, ну, не могла говорить «нет». Я, для меня это было такое, то есть как это я могу отказать человеку, мне не нравилось что-то делать, да, мне не хотелось, например, что-то делать. Но я не отказывала людям только потому, что мне казалось, что как это, я их обижу, они же обидятся, я же такой хороший человек, то есть я боялась показаться какой-то плохой. Мне нужно было, ну, для меня вот именно тут даже несколько, вот я сама это проговариваю, понимаю, что тут даже было несколько проблем. То есть это действительно страх перед показаться плохой, то есть страх, как меня воспримут окружающие, я думаю, что это проблема у большинства людей. Вот, и страх вот отказать, так вот, как это я скажу, нет. И, соответственно, эта работа была проделана, то есть мы, то есть меня погружали в этот транс, да, прорабатывали всю вот эту, всё вот это изнутри и, ну, скажем так, всё это, то есть я не могу просто описать этот сам процесс, да, вот прям как это всё было, потому что такие вещи, мне кажется, не всегда можно описать словами, их нужно, ну, прочувствовать, наверное, прожить, чтобы это как-то понимать. Но после вот этих проработок, работ, да, над собой, над своим подсознанием, да, действительно начали происходить какие-то изменения, действительно начали, я начала замечать, что я могу сказать «нет». То есть если ко мне приходит там какой-то человек и просит мне что-то сделать, там, Юль, сделай для меня там, не знаю, что-то, да, вот, и я могла просто сказать «нет», то есть я не хочу этого делать, почему я должна этого делать, и в этом нет для меня никакой пользы и выгоды и вообще, то есть я смело говорила «нет», и не было ощущения вины, чувства вины, вот что самое важное, потому что отказать можно, да, но когда ты при этом испытываешь какое-то чувство вины, которое тебя гложет, ты думаешь, ну, нет, ум наш начинает разгонять вот это, говорит, ну, нет, ну, как это, как это, я же его обидел, вот, я такая плохая, грызть себя, грызть, и именно если это не проработать правильно, то можно вообще еще хуже, наверное, уйти в состояние депрессии, вот, а именно вот это происходило без ощущения чувства вины. То есть я понимала, что я сказала, что я сказала «нет», что я не боюсь, ну, как бы, то есть у меня это чувство не возникало. Я также не боюсь, например, ну, то есть мой страх именно, что обо мне подумают окружающие, он также практически ушел. Возможно, где-то в каких-то моментах еще все-таки, может быть, это есть, да, ну, как бы, мы все-таки люди, живем в социуме, постоянно на нас все влияет, да, и полностью, наверное, избавиться, ну, нужно проделать достаточно хорошую работу. Но сейчас, не знаю, на процентов, ну, может быть, 85, да, то есть 90, просто именно ушло вот это вот боязнь, что обо мне подумают окружающие люди. То есть люди, которые, а тем более люди не близкие, да, а просто люди, которые меня видят первый-последний раз, то есть вообще плевать, честно, я буду говорить открыто, да, то есть на самом деле... Как это тебе дало все, вот как это сказалось на твоей жизни? Вот ты менялась внутри, а как при этом изменилась твоя жизнь? Да, моя жизнь очень круто изменилась, изменилась моя физиология, изменилось мое тело, то есть я похудела, я стала красивой, да, для меня, то есть как я считаю, я внешне просто изменилась колоссально, и у меня начали происходить, то есть я начала понимать, находить те дела, которые мне нравятся, то есть это не работа просто в офисе, да, как мне там раньше работало, и мне было скучно, а действительно я пошла, вот, например, я занимаюсь моделингом, то есть, ну, по большей части фотомодель, да, и я действительно начала, начала как будто идти вот по своему какому-то предназначению, да, и я действительно, вот, ну, я начала проходить какие-то кастинги, я, моя жизнь просто вот так вот закрутилась, завертелась, то есть это у меня происходить начали такие события, меня начали приглашать на, ну, сначала я искала, да, куда-то пыталась тиснуться, то есть я хочу там быть моделью, фотомоделью, я предлагала себя, сейчас же начали происходить вещи, что меня уже приглашают, то есть меня приглашают сниматься в рекламе, в клипе, вот недавно была съемка, меня, я вышла на подиум, то есть для меня это тоже такое удивительное просто изменение, и вообще для меня это, чтобы мне кто-то когда-то сказал вот той пампушечке, да, который там в 19-20 лет сказал, что Юля, ты вот в будущем выйдешь на подиум, что ты станешь моделью, я, ну, что ты вообще похудешь, у тебя так изменится жизнь, я бы сказала, да, ну, как-то, наверное, что-то, парень, ты что-то не то говоришь, как это, не может быть такого, вот, но это тем не менее произошло, я действительно начала этим заниматься, я получаю от этого огромное удовольствие, я съездила в Италию, то есть я, я, ну, начала путешествовать, да, то есть я побывала в Риме, и причем меня пригласили действительно пройти кастинг, то есть это все связано с модельным бизнесом, и когда ты приезжаешь в Рим, те, кто был, меня поймут, а те, кто не был, обязательно съездите, потому что это удивительная, ну, страна, город, город, и когда ты приезжаешь и понимаешь, что вот, да, вот это вот жизнь, что ты приехала, вот, ну, это, это многого стоит, вот, ну, и, соответственно, ну, я, я не знаю, просто начали происходить такие изменения, да. А как муж на это все реагировал? О, муж меня полностью поддерживает, он, у нас с ним стали такие хорошие отношения, в плане, что мы друг друга понимаем, то есть он, мы действительно, даже когда ругаемся, ну, в каких-то мелочах, то есть и то мы, мы все равно как будто чувствуем друг друга, то есть он, он меня понимает в том плане, что он не запрещает, да, там, не заниматься каким-то своим делом, и я, соответственно, то есть мы даем такую какую-то друг другу свободу именно в том, чего хочется душе, ну, тебе, и он меня абсолютно в этом плане поддерживает, он абсолютно говорит, да, если ты хочешь этим заниматься, то, пожалуйста, иди и только вперед, только в путь, как бы, поэтому в этом плане все, все хорошо. Ну, муж тоже занимается самим дипломом или нет? Муж, да, он занимался этим, он тоже ходил вместе со мной, мы вместе занимались, и у него тоже произошли колоссальные изменения, он действительно тоже начал многое понимать, то есть он, ну, у меня, в принципе, такой человек, он, он очень сильно в этом плане, он, он прям, для него развитие, познание нового, для него это, как, я не знаю, как наркотик в хорошем смысле этого слова, он, он постоянно что-то пытается и ищет, и у него действительно тоже произошли огромные изменения, он, он тоже прорабатывал свои какие-то моменты, ну, о том, что именно произошло у него, не могу я за него говорить, это, ну, как бы, нужно, чтобы он сам, соответственно, рассказал, вот, я могу только судить со стороны, соответственно, ну, вот, не знаю, что еще говорить. Да, зато, да, и, кстати, есть еще такой момент, когда-то давно, в детстве, те, кто меня знают со школы, да, ребята, они прекрасно знают, что я, в принципе, я всегда была немножко такой чудаковатой девушкой, и те, кто меня знают, они знают, что я писала раньше стихи, я писала стихи, то есть это было мое проявление в творчестве, и это было не просто там, что я вот сяду, мне нужно написать какой-то текст, я прям сижу и думаю над ним, как это мне рифмус составит, там, правильно, неправильно, а это было именно какой-то, наверное, поток свыше, то есть это был какой-то импульс, то есть я могла ночью лежу, да, ложусь спать, лежу, соответственно, и тут уже практически засыпаю, и тут мне начинают лезть со строчки, то есть у меня идет поток именно вот строчек, я просто, ну, я не могу уснуть, я, если я не встану, не начну писать, то я, наверное, ну, это влияет на мою какую-то внутреннюю состояние, поэтому я не могла не написать, ну, не встать и писать, то есть я вставала, начинала писать, и это все шло именно само собой, то есть это шло именно откуда-то оттуда, я не знаю откуда, да, то есть это все шло, 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 и, соответственно, то есть я таким образом писала стихи, но потом когда я приехала вот вниз когда началась вот эта моя жизнь очень ну в правильный образ жизни какие-то моменты периоды там встречи с парнями расставания как-то это все так повлияло как я себя постоянно как-то перестраивала пыталась изменить и пыталась все типа он такой козел дата на собрать какие-то старые отношения он такой козел я должна быть такой плохой все мужчины то ну то есть какие-то такие детские наверно это непонятки происходили и я все это как-то начала подавлять в себе я просто какой-то момент не перестала писать у меня не было этого потока то есть мне даже как-то бывало грустно на самом деле от этого потому что но это было это было мое это была частичка меня это было то есть я таким образом изливалась ну то есть изливала свою душу свое внутреннее состояние передавала в эти строчки а тут все вот так вот как будто блок я То есть я, понятное дело, что я сама себе просто поставила блокировку на это. Я просто не позволила вот этим мыслям, строчкам в своем внутреннем состоянии выходить. И, соответственно, когда мы начали заниматься самогипнозом, когда мы начали это все изучать, мы начали работать над этим. То есть мы начали именно прорабатывать, как это сказать, убирать вот эти блоки, из-за которых, точнее, у меня вот произошел, перестал вот этот поток лечь, идти, заговариваясь. Вот. Я снова начала писать. То есть я действительно, у меня снова пошел вот этот поток. То есть я, пусть он сейчас не такой еще часто, да, не так часто это происходит, но, тем не менее, это происходит. То есть я опять просто ложусь, и у меня вот просто вечером бывает, хоп, и опять идут строчки. И я начинаю писать. То есть и я понимаю, что это меня открыло, что это как новый глоток. То есть я вот-вот, оно опять, то есть я все вот это убралось, эти все блоки. И, ну, я снова могу писать. И когда, честно сказать, пусть кто-то оценит мои стихи, может быть, как-то не так, да. Я не претендую там на прописать как Пушкин, но я к чему это веду? К тому, что когда я читаю свой стих, пусть он там неправильные рифмы, пусть он там как-то что-то, дело каждого. Но когда я его перечитываю, читаю, я кайфую. Я прям несколько раз читаю, я, блин, я настолько кайфую. Мне кажется, это такой классный стих, это такой прям вообще шедевр. Просто для меня это, правда, шедевр. И действительно это делаю я для себя. Не для продажи, не для кого-то написания, то есть, да, что вот что-то не то, как-то я не так написала, а тут рифма как-то не получается. Нет, я делаю это для себя, и я кайфую от того, что я это делаю. И поэтому я снова пишу, ну и это здорово. Юля пришла практически готова, готова к изменениям. Она проделала очень огромную работу. Проделала огромную работу с мужем, и это было гармонично, потому что они были вдвоем и преследовали одну цель. И что оставалось сделать, это дать инструменты ей для того, чтобы она работала над собой. Мне не хотелось бы обсуждать там какие-то страхи, и то, что обыденно, это очень, очень обыденно, очень много люди с этим обращаются. И как-то это приелось, и уже даже не интересно. А интересно другой момент. Это творчество, это написание стихов, это написание каких-то сценариев, это роли. Роли, в которые человек вживается, и начинает жить в этой роли. И начинает себя чувствовать так, как он видит это, так, как он внутри себе нарисовал это. И вот здесь, конечно, мы достигли успеха. Юля начала писать. Писать стихи, и довольно-таки интересно. Кому интересно, зайдите на страницу на нее, посмотрите на эти стихи. Это состояние внутреннее и физиологическое, и психологическое. Это единая цельная личность. И второй очень важный момент – это выход Юлии на подиум. Опять же, хотел не говорить о страхах, но, как не сказать, подиум, конечно, пугал ее. И состояние естественное. Я не знаю, на каком этапе это случилось, когда она себя почувствовала раскованно на подиуме. Я думаю, это она расскажет. И я увидел, что действительно она ведет себя в своей тарелке, в своей среде. Она абсолютно раскованно и свободно стала себя чувствовать. Это самое главное достижение, которое я считаю, что мы достигли в работе с ней. А с мужем будет возможность поговорить с мужем. Он расскажет о своих проблемах, и мы их обсудим. Это проблемы бизнеса, проблемы своего ощущения в работе, проблемы работы с людьми, управление людьми. Тоже очень интересное направление. Как дела на ходе? Первый раз? Ой, честно сказать, первый раз, когда я вышла, было очень страшно в плане, ну, в плане вообще понимания того, что как это я выйду, на меня будет смотреть целая куча людей, как я себя буду при этом чувствовать. Вообще, как это произойдет, не пойду ли я, я там не споткнусь и не позорюсь. Было страшно. И, кстати, вот действительно, в один из таких перед выходом мы поработали с моей головой, со мной, да. То есть мы именно сделали проработку на то, чтобы я была смелой, чтобы я не боялась, чтобы я чувствовала себя уверенно, чтобы я смогла именно проявить себя, вот, какая я есть. И первый, точнее, это был, наверное, уже второй раз именно в нижнем белье. То есть первый раз, когда была в одежде, было не так страшно, потому что ты все-таки закрыта, ты как бы, ну, нормально все, да. Я вышла, я кайфовала, мне настолько, я прям вообще прям вникла в этот процесс, и мне казалось, да, смотрите на меня, я такая вся звезда. Да, ну, вообще это было круто. А вот в нижнем белье, выход в купальниках, да, когда я был показ купальников, было, конечно, ну, как это, я выйду, я все-таки уже взрослая девушка, все-таки семейный человек, думаешь, как это будет, и ты там в нижнем белье выходишь, на тебя же люди смотрят. Было, конечно, да, ощущение страха. Но когда мы поработали, мы сделали так, скажем так, придумали мне кодовое слово, кодовое какое-то такое, то есть перед выходом я просто должна была его там произнести, то есть все сделать, да, и благодаря вот этому, то есть ты как будто вот все, происходит такое расслабление. То есть ты, ощущение, ну, то есть вот это вот весь страх, все, оно как будто так, ну, как-то, я опять же не знаю, как это описать, но оно как будто вот уходит в сторону, то есть оно все, то есть я именно в процессе, я в потоке, и страх того, что, возможно, да, там, как у многих девушек вечно проблема, не будет ли у меня там видно апельсиновой корочки, или не висит ли у меня попа там или пузико, да, то есть, ну, вот такие вот, ну, девичьи страхи. И все это как-то как будто вот, ну, оно действительно как-то ушло. Оно, не скажу, что это прям вот прям, прям все, я там прям такая вся эта, нет, но оно ушло, и ты почувствуешь, ну, было ощущение такой уверенности в себе, что я классная, я обалденная, я самая лучшая в этот момент, что на меня будут смотреть, на меня будут восхищаться, что, ну, то есть именно вот это, и когда я вышла, ну, то есть стоя перед тем, перед выходом, да, ты немножко волнуешься, у тебя там подкрашивается все, но когда ты выходишь, все, ты полностью в потоке. Я вот была полностью как будто я в потоке, и все, я не видела людей. Кстати, очень важный момент, да, такой не смотреть в глаза людям и вообще на людей, а смотреть куда-то, ну, абстрагироваться, смотреть куда-то в стену, потому что иногда вот, когда идут, встречаешься взглядами, если ты заметишь, что человек там как-то так посмотрел, да, у него, может, никаких мыслей нету, но взгляд его вот что-то там передал. Все, и ты теряешься, все, ты как будто вот теряешь вот этот контроль, и все, и ты уже оседаешь как бы, да. И вот я на тот момент, я просто вышла, я никого не видела, я просто весь знала, что там кто-то стоит, что там их много, что все вот эти софиты, все светится. Но ты выходишь с гордой, как это сказать, выпрямленной спиной, вся такая красивая, идешь и просто кайфуешь. Ты идешь и понимаешь, что да, вот сейчас все вот смотрят и облизываются. Ну, я так уже, конечно, может быть, немножко это, но тем не менее, да, это ощущения такие, ну, действительно, все, и когда ты выходишь, ну, то есть ты прошлась, ты показала себя, вот это все проявилось, и когда ты заходишь обратно, ну, все, такое вообще состояние расслабления, вообще, то есть все, оно как будто все ушло, ты вообще расслаблена, и думаешь, ну, блин, а что вообще бояться, кайфуешь, и все, ну, то есть это опыт, и с последующим разом это все лучше и лучше нарабатывается, и действительно, ты вообще, момент, когда ты пришла, только вышла, например, на этот подиум, или первая фотосессия была, да, и момент того, что уже есть сейчас, а сейчас я не думаю, что это еще все, то есть у меня еще все впереди, и еще очень много можно, то есть я еще очень много могу добиться, то есть это еще только для меня, мне кажется, начальная ступенька, вот, но тем не менее уже вот есть огромная-огромная разница, то есть огромная разница в своей, ну, в личном состоянии, в том, как я себя ощущаю, несмотря, что что-то изменилось внешне, там, фигура, лицо, еще что-то, да, а именно внутреннее состояние, а ведь это важно, то, как ты себя чувствуешь, оно так и видит все в тебе окружающие, поэтому это, ну, это очень важно, и все круто, и все.